Ну, здесь несколько вопросов, но один, что другие, во-первых, тонкий мир, это не совсем правильно, понимаете, если мы не чувствуем его, для нас он не сизаем, значит, если он тонкий, потому что, когда человек находится, смещён сознанием в тот уровень, в тот мир, для него этот мир становится тонким, а для нас он тонкий, конечно, нет, просто вопрос в том, что как человек воспринимает, какие родные чувства, поймите, что ещё, наши органы чувств, только датчики, мы всё время забываем об этом, потому что изложенная информация в научных трудах весьма неполноценно отражает ситуацию, ведь, допустим, видим мы и слышим мы и осязаем мы и так далее не органы чувств, органы чувств только поставляют информацию, мы видим и чувствуем и слышим мозгом, то есть мозг перерабатывает полученные через датчики информацию и превращает то виды зрительные и так далее, и так далее, и так далее. Я, к примеру, когда изучал явление, я проводил такие эксперименты, допустим, ну, когда человек видит, ведь то, что мы видим, это не отражение реальности, а воссоздание нашим мозгом этой реальности, ну, голограммы точнее, то есть мы видим голограмму, мы не видим реальный объект. И иногда я просто проводил эксперименты, когда просто сдвигал, зная механизм, как создается, как сформируются в мозге голограммы эти, я просто могу сдвинуть, то есть, допустим, стол стоит здесь, я его сдвигаю, что он стоит там. Человек думает, что там ничего нет, он видит, что он пусто, идёт и натыкается, потому что думает, что стол находится в другом месте, а он идёт там, где его нет, а там на самом деле есть. То есть, когда только это сделаешь, когда проводил такие эксперименты, это полная дезориентация, человек видит реальность, ту же самую реальность, но смещённую, и всё, и он слепой, забавно? То же самое слух, то же самое сезание и так далее, и так далее. Поэтому, если бы это было отражение реальности, так, а не воссоздание нашего мозга, то это никогда не было бы можно сместить куда-то и так далее, и так далее. К тому же, я при этом не говорил человеку что-то, то есть, что я сейчас смещу туда, и так далее, и тому подобное. Типа, это не евноз. И такие эксперименты показывают действительно любопытные вещи. Просто, когда я изучал эти нюансы, это было мне интересно. И действительно, то, что вы понимаете, ни правы, ни материсты, ни идеалисты, они дрались сколько тысяч лет, и все дураки, дураками оказались. Потому что то, что мы видим, не является полностью объективной реальностью, но это и не является созданием просто тупым кольцам. Кольца, человек сам собой создает что-то. Просто наш мозг через средства информации, через органы чувств, через датчики, глаза такие же датчики. Вот если мы посмотрим, вот я, опять-таки, в суще разума специально разобрал полностью процесс восприятия зрения. Потому что, к сожалению, когда физики, не знающие биологии, генетики и так далее, и так далее, химии в том числе, органической, начинают объяснять механизмы, то они оказываются в пролете. Потому что для них просто, ага, отраженный объект через хрусталик, как линза, попадает на сетчатку, и сетчатки, это, сказать, отражение, алицируется на кору головного мозга зрительного. Но при этом забывают, как же это происходит. А происходит следующее, когда действительно хрусталик работает, как линза, сфокусирует изображение на сетчатке глазного дна. Там палочки, колбочки, цветные и черно-белые изображения создающие. А что там происходит дальше? А там дальше происходит следующее. Фотон поглощается, тот именно фотон тем или иной клеткой, рецептором, формирует определенный ионный код. Этот ионный код по одному нейрону, отростку, идет и приходит к клетку мозга. И изменяется концентрация ионов в данном нейроне только. То есть в одну сторону, или больше, или меньше стало того или иона. И там уже одних и трех же ионов во всех. И получается, что что картинка? Мы не картинку имеем в голове, а миллионы, десятки миллионов нейронов, которые участвуют в процессе воспроизведения зрения. У них меняется химический состав внутри них. Это что, картинка? Нет. Но вот этот химический состав имеет очень большую роль, потому что он создает то, что называется, потом физики воспроизвели создание голограммы. Вот создается фазовая картина, то есть нейронародность создается в мозге, и первичная материя, которая продолжает проходить через наше тело, вот на этой минчайшей нейронародности, которая возникает, модулирует, и наш мозг создает ту же самую голограмму, которую создает лазер. Неплохо? Только оказывается, что мы сами лазерные установки. Неплохо? Забавно. Мы создаем голограмму, она объективно отражает той реальности полностью, потому что мы не создаем реальность из своего собственного мозга. Вот когда и сумасшествия, в принципе, такого не существует, потому что часто человек увидит что-то, и он сумасшедший. Да, человек нарушил адекватность спрятания мира, но почему он становится, почему он видит другие вещи, чертик-то белогорячки, да? Ведь человек действительно видит существ. Просто когда человек разрушает защитную оболочку, вот возникает, исчезает барьер между нашим физическим плотом и другим миром. И те существа, которые там живут, человек начинает видеть мозг напрямую. То есть так мы не видим, что это как потолок. Мы не видим через потолок. Хотя, если бы не было потолка, мы увидели бы там небо, облака, звезды и так далее. Но потому что потолок, из-за того, что потолок есть, мы этого ничего не видим, хотя мы знаем. Так вот, когда в техническом состоянии, или алкоголизм, или психические нарушения, разрушения, исчезает потолок, и человек начинает видеть с других уровней. Естественно, другие не видят, но если они не видят, то человек сумасшедший. Это не совсем так. Сумасшедший начинается тогда, когда человек не в состоянии расположиться по полочкам, когда не в состоянии разделиться. Вот это другой мир, а это этот мир. Когда человек не в состоянии переварить эту информацию. И троевый мозг начинает давать сбои функционирования, и действительно он становится сумасшедшим. Но, на самом деле, вот еще в Советском Союзе мне один психиатр показывал, альбом бы создавался в Советском Союзе картины и рисунков шизофреников. Вы знаете, во-первых, любопытно, очень многие работы были очень интересны, кроме того, всего прочего. Но вот если начинать разбирать в целом картину, то она действительно хаотична, то есть это бред. Но если взять каждый один элемент этой картинки, то они абсолютно тождественны и абсолютно реальны. Просто соединенные с конкурсом, это действительно как взять кубики с разными сторонами, и если просто перемешать все стороны, и получается, что каждая сторона кубика что-то отображает. Но вместе сложно не так, что ничего цельного нет. Вот то же самое происходит с москором человеком, который не в состоянии переварить информацию, потому что он не готов к этой информации, или разрушен мозг, и так далее, и он не в состоянии расположить все. Но если человек в состоянии расплавать кубики теми сторонами, которые они должны быть, то никакого сумасшедшего никогда не будет. Но это очень сложно, потому что человек должен иметь фундамент соответствующий, чтобы уметь это делать, поворачивать все кубики так, чтобы они не были теми сторонами, которые стоят одну картинку. И тогда у человека возникает расприятие всех уровней, независимо, сколько их будет, и никаких угроз в его психическом состоянии не возникнет. И так далее, и так далее. Так что тонкий мир и органы чувств для тонкого мира, и так далее, ну, скажем, это не совсем тонкие, а просто другие уровни. То же самое мозг человека. Но, опять-таки, для того, чтобы человек воспринимал информацию с того или иного уровня, для того, чтобы у него были созданы мозгом, ну, допустим, вот что мы видели, у нас есть глаза, датчики, да? Представьте, что мы закроем глаза так или так, и мы ничего не видим. Потому что через наши датчики, в данном случае глаза, мозг не посылает информация, и мы ничего не получаем. Для того, чтобы получать информацию с других уровней, человек должен наработать себе, ну, аналогично не глаза, но, в принципе, другие органы чувств, которые позволяют получать информацию с других уровней. потому что наши глаза для этих уровней не работают, не годятся в большинстве случаев. Или они выхватывают такую маленькую часть из того, что мозг впитывает частично, и тоже приводит к проблеме. То есть для того, чтобы воспринимать полноценно другие уровни, человек должен понимать это, что это другие уровни, там другие законы и так далее, и уметь, возможность создать себе новые органы чувств наподобие, как глаза, ну, не значит, что опять глаза здесь появятся и тому подобное, и там уши дополнительные вырастут в десяток и что-то еще. Вот тогда действительно есть возможность получать все. Сколько у нас времени есть? Уже мало осталось. Еще, может быть, 1-2 записки, и тогда будем блокировкой снимать, кто хочет. Так, следующее.